Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного Писания. И мы читаем 25 главу книги «Бытия», 25-26 стих. «Первый вышел красный, весь как кожа косматый, и нарекли ему имя Эсав». Здесь рассказывается о рождении Эсава и Якова. Мы видим, что первенец – это Эсав. Само слово «красный», здесь как бы игра слов «эдом», это также является именем Эсава, означает «красный» или «рыжий», тогда как Эсав может быть переведено и как «волосатый косматый». То есть при рождении уже Эсава мы видим какие-то звериные качества, они просматривались в нем. 26 стих. «Потом вышел брат его, держась рукою своею, запятую Исафа». И наречено ему имя Яков. Имя Яков означает «держащийся запятую», но это выражение, это идиома, означающая «обманщик». Питает слабое место, и тот, кто хватает запятую, он как бы обманывает. Это имя стало нарицательным при указании на именно некое внутреннее стремление к обману. Но мы знаем из Священного Писания, что человек наказывается своими грехами. И для нас вопрос открытый – а был ли обманут этот обманщик? Давайте обратим внимание на то, что Яков обманул слепого Исаака. Он поменял первородство собственное на то первородство, которое имел Исаф. А как он был наказан сам? Когда он поселился в доме Лавана, ему нравилась Рахиль. Но Рахиль не была девочкой-первенцем. Старшей была Лия. Но Лия была подслеповатая. Или, другое объяснение, у ней были некрасивые глаза. Ну, например, косоглазие или что-то подобное. Когда сыграли свадьбу с Рахилью, на которой хотел жениться Яков, ночью в шатер к нему ввели Лию подслеповатую. И в темноте Яков, который обманул слепого отца, он сам обманулся. И принял Лию за Рахиль. А когда наступило утро, он увидел, в чем он обманулся. Яков, обманщик, похитил первородство у своего брата Исафа. И когда Якову стали объяснять, почему так с ним поступили, ему сказали, а у нас не принято младшую выдавать перед старшей замуж. Сначала старшую выдают, а потом младшую. Та, которая первая из девиц, она выходит первая. Так как он смешал ситуацию с первородством Исафа, он сам оказался в такой же ситуации. И ему дали первую девочку в семье, а не вторую, которую он хотел иметь у себя, жениться на ней. Более того, смотрите, как Яков обманывает отца, слепого Исаака, одев на себя одежды Исафа. И отец говорит, подойди, пощупают, и лето. А потом, когда братья продадут Иосифа в Египет, они возьмут одежды Иосифа, намочут в козлиной крови и принесут при лице Якова и обманут его. И скажут, вот посмотри, не эти ли одежды твоего сына. И тот обманется еще один раз. Он подумает, что хищный зверь съел Иосифа. Поэтому обманщик всегда будет обманут. Как в добрых поступках человека, пущенный по водам хлеб, всегда возвращается к человеку, так и дурной поступок, если мы искренне не раскаемся в нем, он вернется к нам чем-то не менее уродливым. Таким образом, человек еще при этой жизни получает возмездие за свои грехи и за свои преступления. Но человек может изменить свою жизнь. И имя Якова заменилось на имя Израиль, которое может означать «воюющий с Богом», но также может означать, как и «воин Божий». И если мы говорим о патриархе Якове, он смог преодолеть в себе все то негативное, что в нем было, тем более, что он за это ответил еще при жизни. А в этом благо. Сказано в Писании «горе грабителю, который не был ограблен». Если в этой жизни он не понес наказание за свое преступление, ему придется вечно отвечать в будущее. Поэтому обманщик был обманут, запинающий сам оказался в положении того, кого запинают. Ибо мера за меру преступление оказывается тем наказанием, которое ожидает преступника. Итак, сегодня мы разобрали еще одно сложное место Священного Писания. Если мы будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы продолжим рассмотрение трудных мест Священного Писания. Подписывайтесь на библейский портал «Экзэгет», чтобы вам вовремя получать необходимую информацию. И берегите себя. С Богом!